термоэлектрического эффекта и металлический предмет с помощью андреевского интерферомета. Впервые наличие термоэлектрического эффекта в инзотропных или неоднородных сверхпродуктах было предсказано Гейнсбургом в 1944 году, и последующие эксперименты Палька и Заварицкого подтвердили наличие эффекта и его величину. Однако в некоторых работах величина термофлакса превышала теоретически предсказанное на несколько порядков. Так, в работе Ван Харнингена разница с теорией составила 5 порядков, и до сих пор не существует единого мнения, объясняющего данное расхождение. Здесь слева представлен дизайн, который использовали сверху Ван Харнинген, Палька и Заварицкий, а снизу Ван Харнинген. В верхней схеме термоэлектрический эффект измеряется косвенно путем измерения термоэлектрического тока, а снизу термоэлектрический эффект измеряется напрямую. Поэтому нижняя схема свободна от влияния и изменения глубины проникновения магнитного поля при изменении температуры. А на правом лице я приняла дизайн структуры, которая была исследована в группе Виктора Тихоновича. Здесь элементарическая петля, изготовленная наполовину из алюминия, наполовину из оксидированного алюминия и вложена в петлю Андреевского интерфероника. Однако в данном дизайне термоэлектрический эффект обнаружен не был, и в дальнейшем будет предложен новый дизайн. Здесь слева находится тестовая структура, которая изготовлена наполовину из алюминия, а наполовину в виде сэндвича из нормального металла и сверхпроводника. Данная структура позволяет определить подавление энергетических щели в контакте нормального металла и сверхпроводника, а также сверхпроводящая часть была использована в дальнейшем в качестве антенны. Для создания градиента гимметаллической петли использовался нагреватель, который был выполнен в сложенном виде для исключения наведения магнитного потока от тока нагревателя. Разогрев верхней точки гимметаллической петли определялся с помощью термометра, представляющего собой СНС-контакт. Сама гимметаллическая петля была изготовлена половина из алюминия, а половина в виде сэндвича из алюминия сенебра и вложена в пятилю андрейскую интерферометру. По данному дизайну было изготовлено два образца. Первым и третьим слоем материала серебрала толщиной 50 нм, вторым слоем пылился моноксид кремния в качестве изолятора толщиной 30 нм, и последний слой представлял собой менее толщиной 60 нм. Здесь приведены фотографии полученных структур. Здесь, главное, общие структуры под двором 45 градусов. Справа приведена петля гимметаллическая вложка петли андрейского интерферометра. На нижнем левом рисунке видим термометр, нагреватель и левый участок гимметаллической петли. А также на правом нижнем рисунке приведен крест андреевского интерферометра вложенную в виде. Вначале была исследована крестовая структура. Ее аминейная часть и проверена ее зависимость от нагревающего тока и от изменения температуры. Было измерено деференциальное сопротивление при различных нагревающих токах. Измерение показало то, что деференциальное сопротивление, точнее возвратный ток, не зависит от нагревающего тока, а критический ток зависит слабо. То есть существует некоторая передача стекла от нагревателя к тестовую структуру, но она незначительная. Также было измерено деференциальное сопротивление при различных температурах и нагревом уменьшения критического и обратного тока при увеличении температуры. Затем исследовалась биометаллическая тестовая структура. Была также проверена ее зависимость от нагревающего тока и от изменения температуры. Как показано измерения, незначительное увеличение температуры, всего до 250 млн, или пропускание слабо-негревающего тока порядка 1 млн, было в потере сверхпроводимости в данной структуре. То есть цепочек переставал быть сверхпроводящим и становился нормальным. Для проверки температуры нагрева в верхней точке металлической клубы использовался нагреватель. Здесь приведено его дифференциальное сопротивление в зависимости от температуры. А также на правом графике приведено сопротивление при наливомом точке освещения. Как советует из данного графика, термометр обладал высокой чувствительностью к изменению температуры. Диафазоник приблизительно от 300 до 400 млн. При более меньших температуре сопротивление было равно нулю и термометр не был чувствительным. А также при температуре больше 1 кг, 1 и 2 кг, то есть при критической температуре алюминия, темноте становится нормальной. Здесь приведено дистанциальное сопротивление термометра от нагревающего тока. Также было найдено дистанциальное сопротивление при различных нагревающих токах. И используя результат предыдущего слайда, термометр был прогрубирован и результат приведен вот на данном рисунке. Отсюда следует, что вот по сравнению с нагревающим током порядка 50 мкА уже вело к нагреву с верхней точкой пенеталлической бутылки до температуры 1,1 кг. Также был исследован Андреевский интерферометр. Здесь слева приведено дистанциальное сопротивление, характерное для интерферометра, и справа осцилляция, полученная с использованием соленоидов. Период осцилляции соответствует разности площадей между площадью биметаллической петли и площадью Андреевского интерферометра. Что говорит о том, что биметаллическая петля находится в сверхпроводящем состоянии и вытесняет магнитный поток. Далее были подобраны оптимальные параметры для дальнейших измерений. То есть было измерено магнитное сопротивление при различных посоянных и переменных токах смещения. То есть из левой прайки была найдена осцилляция с максимальной амплитурой, а и справа также для переменных токах был выбран средний значение, когда шумы не великые и амплитуда также достаточно большая. После этого был исследован термоэлектрический эффект. Термоэлектрический эффект было предложено измерять по смещению амплитуды магнитного сопротивления. То есть подавался нагревающий ток, позитивный и негативный, и измерялось магнитное сопротивление. Здесь приведет результат измерения. Какой же эффект ожидается получить в такой системе? В книге Абрикосова приведена оценка термоэлектрического эффекта, где есть явная зависимость от длины свободного пробега. Как известно, то эффект в данной длине меньше, чем в массивных материалах на три порядка. Поэтому ожидаемый термоэлектрический эффект должен составить порядка 10-7 от кванта потока, что очень мало. В нашем эксперименте было измерено магнитное сопротивление для различных нагревающих пунктов. Потом найдет симметричность дикосцилляции, которая соответствует только термоэлектрическому эффекту. Затем фиксировалось некоторое сопротивление, и была построена независимость магнитного потока, термоэлектрического потока от данного сопротивления при различных нагревающих токах. Данное обстоятельство позволяет исключить влияние формы осцилляции, а учитывается только именно зверь. И уже на последнем графике приведена зависимость термоэлектрического эффекта от нагревающего тока. То есть видно, что термоэлектрический эффект есть, и он составляет порядка 10-3 от единичного кванта потока, что значительно превышает теоретическое ожидание. Таким образом был разработан дизайн структуры, приведено его изготовление. Исследуем тестовую структуру, показано подавление энергетической щели при контакте нормального металла сверхпроводника, что позволяет использовать сэндвич для изготовления генеталлической петли. Исследуем интерферометр, термометр, и найдем термоэлектрический эффект, который значительно превышает теоретическое ожидание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ